Приветствую вас! Примерно около трёх месяцев назад, из чего я стала вести себя и чувствовать себя со мной не собой. Ну, здесь сразу, наверное, хочется отметить, что три месяца назад что-то случилось, да? То есть три месяца назад что-то произошло, наверное. И это послужило причиной, это послужило основанием для того, чтобы вы вот стали себя чувствовать так, как чувствуется сейчас. Опять же, я не берусь утверждать этого наверняка на данный момент. Но мне думается, что как минимум нужно посмотреть, что с вами произошло. То есть вот именно, что произошло, какие события привели к тому, что вы себя стали так чувствовать. Таким образом. Дальше. Значит, всегда боялась таких людей и стать такой. Ну, здесь любопытно, на мой взгляд, то, что вы боялись стать такой, боялись вы, получается, не справка, да, потому что имеют место быть некоторые связи между тем, что человек боится и тем, что он хочет, по сути. То есть, если вы боитесь, значит, вероятно, вы этого же и хотите. Ох, что-то не всегда так, не всегда, не всегда так. Но, тем не менее, некая корреляция есть и ее нужно, на мой взгляд, исследовать. То есть, посмотреть, откуда именно у вас, да, страх есть. Страх того, что вы станете такой. Вот. Значит, с чего бы вам, допустим, становиться такой. Вот это, ну, какие основания у вас, например, были думать, считать, что вы, такой вот, значит, либо стали, либо, ну, либо могли стать, да, либо что. То есть, откуда это взялось. Вот. Дальше. Самая очень чувствительная, скромная, воспитанная, эмпатичная, стеснительная и очень хорошая. Ну, если одним словом это озвучить, то я так полагаю, что речь идет о том, что вы правильные. Что вы старались быть правильными. Вот. Понимаете, какая штука? Мне кажется, что здесь нужно поисследовать этот момент тоже, насколько тот факт, что вы хотели быть правильными, насколько тот факт, что вы хотели и были правильно, влиял на вашу жизнь и влиял ли он, насколько это было для вас вот естественно быть правильным. На мой взгляд это важный момент для понимания ситуации в целом. Сейчас сильная эмпатия и все это ослабло. А что вы понимаете под эмпатией, Маргарита? То есть вы словом эмпатия говорите уже во второй раз, что вы понимаете под эмпатией? Я как-то не в своей тарелке. Было время, я подавлял эмоции, думаю, это осложнило ситуацию. Почему подавляли эмоции, из-за чего подавляли эмоции? Так как все началось после того, как я начал отрицать свои эмоции. Подскажите доброе дело само и что делать? Вот. Работать нужно как минимум с тем, что вы почему-то начали отрицать свои эмоции. Вот. Отрицать, по сути, то, что вы чувствуете, чувствуете. Вот. И совершенно очевидно, что у этого есть эмп какие-то вот причины. Так что я думаю, я думаю, что как минимум в этом направлении эмп можно будет эмп поработать, чтобы понять причину того, что с вами происходит. Вот так, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что это было полезно для вас. Надеюсь, что это было интересно для вас. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго, удачи. И надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.